Добрый вечер! Орла, Орелим, ну, некоторые переводчики пишут закрытыми. Пусть они будут закрытыми для вас три года, их нельзя есть. А в четвертый год все его плоды будут посвящены восхвалению Бога, а вот в пятый год уже можете есть его плоды, чтобы умножился ваш урожай, я ваш Бог. Здесь дана заповедь урла. Прежде всего разберемся с этим термином. Итак, урла так называет Тора плоды саженца в первые три года после того, как его посадили. Тот же самый корень используется в слове Орель. Этим словом называется необрезанный. Поэтому комментаторы говорят, что с точки зрения корня, очевидно, нужно понимать это действительно как нечто, что сокрыто, скрыто, отделено. Но и поскольку плоды эти, они для нас как бы закрыты, мы не можем не только есть их, но и использовать их, получая какую бы то ни была пользу, то, очевидно, вот этот факт и определил название в Торе урла. Три года. Три года. Раши поясняет здесь, что означает три года. С какого момента, спрашивают Раши, отчитывают эти три года? С момента посадки дерева. Ну, а может быть можно сделать так. Сорвать плод дерева, которого еще нет трех лет. Саженец, скажем, двухлетний. Сорвать этот плод, положить его в холодильник. Или сделать из него, предположим, сок, если это виноградная лоза, сделать из нее, предположим, вино. Оно даже в холодильнике не нуждается. Оставим его, пройдет три года. Тогда можно будет употреблять его? Ответ нет. С момента посадки дерева любой плод может быть разрешен, только если этот плод вырос уже на дереве после того, как прошло три года с его посадки. Поэтому Торы и прибавляют. Три года будут они для вас урла, закрытыми. То есть плоды останутся таковыми, какими они есть. И даже если мы их законсервировали, сделали из них вино, и годы проходят. Но поскольку они были сорваны из дерева в момент, когда дерево еще было урла, первые три года, то они остаются запрещенными на веке. Дальше Тора продолжает, что это три года. А вот в четвертый год плоды этого дерева, ну, уже можно будет в четвертый год их есть. И да, и нет. Тора называет эти плоды, как предназначенными для того, чтобы, как это в Торе написано, то есть это плоды, которые предназначены для того, чтобы восхвалять, они посвящены исключительно для того, чтобы восхвалять Бога. Что это означает? Каким образом при помощи плодов подхвалять Бога? Что здесь имеется в виду? Устная Тора объясняет, что имеется в виду, что весь этот урожай четвертого года следует, подобно Маоцержине, подобно Второй Десятине, отвезти его в Иерусалим, для того, чтобы там, находясь в Иерусалиме, во время праздников, посещая храм, там съесть его в честь Всевышнего, и вот эта самая еда, она там, и будет здесь прославлением Бога. То есть, иными словами, с точки зрения устной Торы, плодам четвертого года, то, что называется в Калмуде на арамейском языке нета рывай, этим плодам дается статус Маоцержине или Второй Десятине. Коротко напомнить, что такое Маоцержине. Так, от всей продукции земледелия в стране Израиля, все, что выросло в стране Израиля, следует по закону отделить сначала подношение для Коаним, священников, затем Маоцер решен, или первая Десятина, Десятина от того, что осталось после отделения подношения для Коэна, Эта Десятина должна по закону Тора выдаваться левитам, служителям храма, которым Тора не дает на дело в земле Израиля, и они должны, выполняя службу в храме, будучи младшим обслуживающим персоналом храма, кормиться за счет вот этой самой Десятины, которую будут давать левитам земледельцы-израильтяне. Есть еще Маоцержине, он уже принадлежит полностью хозяину, тому, кто вырастил этот урожай, но Тора повелела, чтобы есть его только в Иерусалиме. Нельзя есть плоды Второй Десятины за пределами Иерусалима. Что это означает? Что человек должен погрузить свою Вторую Десятину, то есть получается больше 9,5% от урожая, и везти их в Иерусалим. Ну, если у него есть немного плодов, то так это может быть и реально, но поскольку часто у людей, которые занимаются сельским хозяйством, там оказывается довольно большой груз, и на плечах или на осле все равно это довольно непростая операция отвезти все это в Иерусалим, поэтому Тора говорит, не нужно везти сами плоды в Иерусалим, а есть операция выкупа Хилуль Маасэршини, то есть все плоды Второй Десятины обмениваются на денежный эквивалент, эти деньги становятся, они получают святость Второй Десятины Маасэршини, нельзя тратить их на всякие разные свои нужды, а нужно потратить их на то, на что был предназначен Маасэршини Вторая Десятина, то есть отвезти эти деньги в Иерусалим и там на эти деньги закупить съестных припасов, на которые человек будет жить в Иерусалиме в то время, когда он будет там во время праздников или по другим причинам. Точно такой же статус имеют плоды Нета Рвай, плоды Четвертого года, которые выросли после трех лет, когда мы не могли трогать плоды и саженца, и они были абсолютно запрещены, теперь они разрешены, но с условием, что их либо, их денежный эквивалент привозит в Иерусалим, и там на эти деньги покупают съестные припасы. Вот этим и восхваляется Бога, то есть то, что владелец урожая, пишет Раша, несет эти плоды в Иерусалим, вот этот самый факт и служит хвалой для Всевышнего, который дал землю, дал плоды урожая, и тем самым возносится хвала Богу. В пятый год, вот в пятый год уже можете есть его плоды, и Тора здесь прибавляет еще одну фразу, чтобы умножился ваш урожай. Что это означает? Что Тора здесь указывает смысл и цель заповеди, то есть ты, вот эта заповедь, она для чего? То есть это какое-то такое действие, которое направлено, такое духовное удобрение, вместо того, чтобы вносить удобрения органические или минеральные, а при помощи, а есть еще одно, другой вид, духовное удобрение, вот выполни эту заповедь, отвези, в три года не ешь плоды этого дерева, на четвертый год отвези в Иерусалим, прославляй там Бога, и в результате увидишь, в пятый год у тебя будет урожай. Говорят, наши мудрецы нет, не в этом цель Торы. Сказал Раби Акивы, Раши приводит эти слова мудрецов, «Льоди бра тура элак и негде царара». Все, что Тора здесь говорит, Тора говорит только обращаясь к нашему дурному началу. То есть, конечно, это не цель заповеди и не ее смысл. Только Тора понимает, что она имеет дело не с ангелами, а с людьми, а человек, которому... Вот он посадил саженец. Кто когда-нибудь хотя бы делал это на своем участке где-нибудь, на дачном участке или еще где-нибудь, когда сажал дерево, сажал саженец, и как каждый месяц, каждый год он ждал, когда же, наконец, выйдут первые плоды, и в первый год обычно этого не бывало, ну, второй, или в третий, наконец, в третий год уже, вот они, как человеку хочется вонзить зубы в этот самый первый плод. Тора говорит, нельзя, первые три года не трогай, при всем желании. В четвертый год уже могу, да, но надо продать, нужно обменять их на деньги, и вот только тогда сможешь есть. Наконец, в пятый год. Все это, вот понимая то, что Тора имеет дело с человеком, которому нелегко исполнять эту заповедь, Тора здесь и обращается к человеческой слабости, Кейцарарак, и утром начало, и говорит, ты, ничего, это не страшно. Понятно, что тебе трудно, понятно, что тебе, но это окупается. Как это окупается? Будет у тебя урожай больше. Словами Раши, чтобы не думал человек, четыре года я напрасно мушился с этой заповедью, поэтому, чтобы он не чувствовал, что его усилия так разбазариваются, то, вот сказано, это твои усилия не пройдут даром, чтобы увеличился у тебя урожай. Рамбан, объясняя смысл этого запрета, пишет так. А смысл этой заповеди связан с тем, что мы оказываем почтение Всевышнему, принося ему первые плоды всего урожая, из плодовых деревьев, из виноградника, и не едим плодов Нового года до тех пор, пока не принесем первенок Всевышнего. То есть, по мысли Рамбана, эта заповедь урла, она близка по своему смыслу и содержанию к другой заповеди, бекуринке, первенке. Что там имеется в виду? Там это обязанность, там нет запретов, но там это обязанность. Каждый год человек на своем участке должен заметить, какие плоды выросли первыми. Вот есть у него, предположим, виноградник, как только увидит, что вот созревает первая лоза, должен ее пометить. Созревает у него, есть у него финиковая пальма, первые финики созревают, пометить их, и затем, собрав все то, что было первым, отнести это в Иерусалим и там принести это в храм. Смысл здесь очевиден. Снова человеку очень и очень хочется всегда то, что первое. Обратите внимание, когда сезонные какие-то фрукты, скажем, поступают в продажу на рынок. Первую неделю, когда они поступают, цена на них бешеная. И каждый знает, что через неделю, максимум через две, цена будет нормальная, реальная, человеческая. Но все равно вы увидите людей, которые готовы заплатить двойную цену для того, чтобы купить те самые плоды, которые через две недели будут стоить нормальные деньги. Почему? Что их толкает? Почему они тратят, казалось бы, это излишество? Потому что хочется сейчас. Вот это вот первое. Ах, первая клубника поступила. Ах, первый виноград. Ах, первый. Так вот это самое первое, то, что человеку очень хочется. Именно здесь Тора и сказала, возьми себя в руки, пересиль, постарайся пересилить это желание. И самое первое, отдай всемишнему. Потом все остальное ешь сам. Но первое, именно то, что больше всего хочется, отдай это. Отдай этого, слава Богу. То же самое и здесь. Только здесь это не каждый год, в отличие от запаха Дебекури. А здесь по отношению к каждому дереву это проделывается один раз. Цикл вот этот три года сначала не трогать, запрещено. А четвертый год, первый год, когда посвящаются плоды Всевышнему, подобно тому, что мы делаем с Дебекурием, относим их в Иерусалим, или деньги, на которые обменяли эти плоды, и восхваляем Всевышнего. Другой вопрос, почему нужно ждать тогда три года? Если это действительно близко по содержанию к заповеди Дебекурием, так можно было как только, если есть какие-нибудь сорта деревьев, которые приносят урожай быстрее, так можно сразу, как только появились первые плоды, сразу первый раз первый урожай после посадки, собрал все, отвез в Иерусалим, ну и вот и хорошо. Будет обмен. Почему действительно? Как мы объясним то, что Тора здесь жестко ограничила, что в первые три года ничего не трогаем? В первые три года называется ни себе, не Богу. Или точнее, не Богу, но и не себе. А вот с четвертой, с четвертого года это кодекс Лулим, это для восхваления Бога, и только в пятый год уже все себе. В чем здесь смысл? Говорит Рамбан, но плоды первых трех лет не годятся для того, чтобы ими почтить Творца, потому что они малочисленные. И в течение первых трех лет еще не имеют должного вкуса и аромата. Негоже славить Всевышнего плодами первых трех лет, потому что, хотя, конечно же, бывают исключения, но в общем и целом в большинстве фруктовых деревьев первые три года они еще не сильно плодоносят. Первые плоды уже есть, но они и немногочисленные, да и вкус еще не тот. Поэтому, чтобы здесь не было то, что называется «натия Божия, что мне не гоже», для того, чтобы восхвалять Всевышнего самым лучшим, поэтому ждем три года. Первые три года Всевышнему Всевышнему не отдаем, но и себе не берем, то есть взять себе то, что Всевышнему не гоже, тоже нет, поскольку все первое должно быть Всевышнему, стало быть, и себе первые три года не берем, а уже в четвертый год, поскольку большинство плодовых деревьев, начиная уже с четвертого года, дают хорошие плоды, мы ждем до той поры, когда все новые деревья уже плодоносят, и приносим лучшие плоды четвертого года Богу. То есть несем их в Иерусалим, там мы их едим, прославляет Творца мира, и эта заповедь, как мы сказали, уже близка по содержанию к заповеди о первых плодах Бекури. Это смысл заповеди. Теперь имеет смысл сказать несколько слов о практических законах. Прежде всего эта заповедь касается только плодов дерева. к растениям, которые деревьями не называются, она не относится. Ну и здесь, конечно, возникает серьезный, серьезный практический вопрос в законе. А каково определение дерева? Мы не берем здесь ботанического определения дерева, потому что нам нужно определение с точки зрения Аллахи. на основании Талмуда комментаторы дают следующий критерий. Если у нас есть растение, у которого вот на той же ветке, на которой вот сегодня я вижу на ней есть плоды, если я сорву сегодня этот плод, а на следующий год на той же самой ветке может вырасти еще один плод, то перед нами дерево. То есть понятно, что все однолетние растения уходят, речь идет о многолетних растениях, но вместе с тем есть многолетние растения, которые растут следующим образом, когда у них остается только корень в земле, а все, что над землей по окончании лета, примерно зимой, все это уходит, и каждый раз из корня новые побеги растут, и на них уже есть плоды. Самый простой пример – клубника. клубника, она может быть многолетней, больше трех лет она тоже может пробыть в земле, если ее выращивают на земле, а не так, как сегодня принято на воде. Но плоды клубники, клубника сама не является деревом, ибо критерий этот не соблюдается. Конкретно много вопросов возникает по поводу различных кустарников, которые, с одной стороны, многолетних кустарников, которые чем-то напоминают дерево, чем-то его не напоминает вопрос, соблюдается ли там это условие или нет. Эти вопросы решаются конкретно по отношению к каждому кустарнику. Есть еще один вопрос здесь. казалось, что есть такие посадки, есть такие кустарники, которые плодоносят всего лишь три года, а после трех лет вообще не плодоносят. в качестве примера писифлора. Есть еще несколько. Что с ними? С точки зрения Туры, у нас есть порядок. Три года урла, четвертый год кодыши нулим, берем все плоды в храм, на пятый год едим сами, но здесь не будет ни четвертого, ни пятого года, всего лишь три года. И дело не в том, что жалко этих плодов, что ничего не получится, а если мы скажем, что по всем остальным критериям перед нами многолетние растения, по крайней мере, растет оно больше трех лет, и соблюдается этот принцип, что на той же самой ветке, на которой был в этом году плод, и в следующем году тоже был плод, соблюдается, но при всем при том, и если так, то мы скажем, что это дерево, то у нас получится, что есть дерево, плоды которого вообще запрещено есть. У нас вышел новый запрет в Туре. Нельзя есть свинину, нельзя есть конину, нельзя есть еще и писифлор, поскольку не получается, она больше трех лет не придала плодоносит, а первые три года запрещено орла. Отсюда ряд законоучителей сделали следующий вывод. Стало быть, когда мы говорим о многолетнем растении, чтобы посчитать его деревом, то это должно быть дерево, которое не просто живет как минимум три года, но и плодоносит оно больше трех лет. так, может быть, то есть, если Тора определяет, что по отношению к дереву есть такой закон, что у него первые три года плоды его запрещены, в четвертый они разрешены с условием, что их едят в Руссалиме, и только с пятого года можно их есть без ограничений. Стало быть, Тора, говоря о деревьях, имеет в виду только такие растения, которые в состоянии проделать весь этот цикл, три плюс один, а если не в состоянии, то, несмотря на то, что все ботаники мира встанут в шеренгу и скажут нам это дерево, то мы его считать деревом не будем. С точки зрения этих законоучителей и пестифлора, и подобные ей растения, они с точки зрения лаки деревьями не считаются. Если так, то плоды ее разрешены прямо с самого начала, как любые овощи. Другие законодательства с этим не согласны, и они запрещают подобного рода плоды, так что существует здесь на эту тему спор. Это первое, что касается. Второе. Если мы уже согласились о том, на какие плоды распространяется этот запрет, предположим, есть у нас уже дерево, ну вот очевидное совсем дерево, яблоня. Все с ней правильно, растет она и плодоносит она много лет, все хорошо. Так, сколько лет ее плоды запрещены? Первые три года. А как мы считаем эти первые три года? просто берем, записываем дату ее посадки, когда мы высадили саженец и отсчитаем три календарных года по тридцать шестьдесят пять дней? Нет. Годы в Аллахе считаются не совсем так, ибо в Аллахе есть понятие, что в ряде случаев по отношению к некоторым заповедям часть года может рассматриваться как целый год, подобно тому, как часть дня может рассматриваться как целый день. Конкретно закон говорит, что если дерево посадили, кстати, год мы здесь берем не агрегарианский, год еврейский, от Рошишана до Рошишана, Рошишана первого Тишрей, так вот, если дерево посадили до шестнадцатого числа месяца Ав, то есть за сорок четыре дня до наступления Нового Года, то вот этот вот хвостик, сорока четырехдневный хвостик от года можно засчитать за целый год. Почему именно сорок четыре дня? Не сорок восемь, не тридцать два, не... Талмуд говорит так, две недели четырнадцать дней уходят на то, чтобы саженец укоренился, прочно поселился в этой земле, укоренился, и можно было бы считать, он не просто воткнувшимся в землю, а растущим здесь, в этом. На это уходит в среднем две недели. Остается тридцать дней, тридцать дней это месяц, один месяц в году, то есть единица, на которую делится год, двенадцать месяцев в год, так вот один месяц в году, считаем, можно засчитать за целый год. Таким образом, если до шестнадцатого ава посадили саженец, то первого тишрея ему исполнится год, затем второй год, этот год уже будет полным, третий год тоже будет полным, и после того, как проходит три года, дальше, после Тубишват следующего года, плоды, которые выросли на воде, на дождях четвертого года, они уже на это рвают, плоды четвертого года, которые следует выкупать, а деньги нести в Иерусалиме. Еще одна здесь деталь. Я так просто объяснил, что вот мы считаем три года с момента высаживания саженца, но ведь саженец, этот у него уже тоже какой-то есть возраст, ведь не косточку мы сажаем в землю, даже не виноградную косточку, никто так деревья не сажает, люди покупают саженцы, сажают саженцы, так почему бы не взять, не отсчитать время, возраст этой посадки не с момента, когда я посадил саженец, а с момента, когда где-то там в теплице, где выращивают эти саженцы, посадили действительно косточку в землю или прививку сделали, отвод точно, прививку отвода. ответ здесь будет вот какой, в тот момент, когда саженец извлекли из земли, это все равно, что его вырвали с корня, и все то, что он, может быть, нажил, жил он целый год или два в в том участке, где его в теплице, где его выращивали, это все ушло. Теперь, когда я его сажаю, это новая посадка. Поэтому отчитываем три года. И вот здесь законоучители говорят, что то, что называется сегодня в израильском сельском хозяйстве штена гушит, а именно, когда не просто саженец пересаживают, а когда берут ковшом бульдозера вместе с большим куском земли, который подрывается под этот саженец, и этот большой кусок земли, его перевозят в новое место и там высаживают, вот в этом случае, если был взят достаточно большой кусок земли, так что дерево могло бы продолжать жить, не нуждаясь во всей остальной земле, а довольствуясь только тем, что дает ему вот этот кусок земли, то тогда это не новая посадка, тогда это просто перемена места, а не новая посадка, и тогда можно засчитать возраст этого саженца, считать его не от новой пересадки, а от того момента, когда было высажено зерно или саженец был пересажен совсем малым количеством земли, которое не дало бы ему возможности существовать. Это стало быть земледелец, который знает, что он пересадил на поле саженец вот именно таким образом, потому что два сверстила грушит, он может считать не с момента пересадки, а раньше до того. Отвод. Что такое отвод? Это когда берется ветка дерева, существующего, закапывается в землю, и через некоторое время это мы видим, что вырастает новое дерево, которое прекращает связь с материнским деревом. Некоторое время оно, как ребенок от куповины матери питается материнским деревом, соком материнского дерева, но затем у него уже возникает своя собственная корневая система, и он уже на собственном довольстве. Это уже новое дерево, поэтому мы не рассматриваем его как продолжение старого дерева, и в данном случае три года нужно будет засчитывать ему заново. Когда мы говорим о запрете на плоды первых трех лет, нет никакой разницы, принадлежит это дерево еврею или не еврею. А как быть, если все до сих пор мы говорили по поводу земледельца. А как быть, когда я выхожу на рынок? И на рынке есть достаточно много различных фруктов. Я же не знаю они с какого года. Если положим какие-то виды, по крайней мере в традиционном сельском хозяйстве, были известны виды фруктов, которые не росли в первые три года. Почему я говорю в прошедшем времени? Да потому что в новом сельском хозяйстве все развивается настолько стремительно и быстро, что технологические ухищрения могут привести к тому, что даже те виды, которые раньше было известно, что нужно ждать несколько лет, пока они начнут плодоносить. Сегодня ни у кого времени ждать нет. Сегодня хотят плоды быстро. Сейчас фактор экономический настолько важен, что считаться с ним приходится и поэтому идут на самые разные технологические ухищрения. Поэтому сегодня я не знаю можно ли полагаться на эти традиционно известные виды фруктов. Кроме того, есть виды фруктов, про которые известно, что они безусловно могут давать плоды и в первые три года. И я выхожу на рынок. Вот продают персики, а вот продают абрикосы, а вот продают... А как не знать, они со взрослого дерева или они саженцы, которые, стало быть, их нельзя есть, это урла. То есть у нас здесь вопрос софек урла. Сомнения, если здесь урла, каков его статус в улаке. Прежде всего есть правило известное толмудическое, софек урла бахуцелар и сметан. Там, где есть сомнения по поводу урла за пределами земли Израиля, там эти плоды разрешены. То есть если я выхожу на рынок где-нибудь в Европе и вижу там яблоки, груши или еще что-нибудь, то я не спрашиваю себя, не задаю себе вопросы, а вдруг это снова саженца, их можно есть. Ну а в Ир-Цесраиле? В Ир-Цесраиле такого закона нет. Значит, мы относимся к этому вопросу так же, как Аллаха относится к любым другим ситуациям сомнительным в Аллахе. Как они решаются? Один из общих аллахических принципов это то, что в сомнительных ситуациях мы идем за большинством. Понятно, что большинство фруктов это не фрукты первых трех лет, потому что больше всего фруктов приносят деревья после трех лет, это очевидно. Значит ли это, что мы можем на основе большинства запросто покупать любые фрукты, про которых нам не известно, что это фрукты первых трех лет, и не совсем так. Дело в том, что здесь есть еще один принцип, то, что называется в Аллахе кого? Кого это означает что-то, что постоянно находится в определенном месте. То есть, если у меня возникло сомнение по поводу какого-то определенного предмета, и это сомнение возникло на постоянном определенном месте, зафиксировано, где не было движения, то я рассматриваю такую ситуацию как 50-50, то есть, как сомнение 50 на 50. Конкретный пример, который приводит Талмуд, он таков, человек должен был купить мясо. Пошел на рынок, зашел в мясную лавку, купил мясо и уже отправился домой. Когда отправился домой, вдруг вспомнил, что он, заходя в мясную лавку, он не посмотрел, есть ли в этой лавке сертификат кошерности. Как быть в такой ситуации? Если мы посмотрим по большинству, можем, если речь идет о таком месте, как Эр-Цисраэль, город Иерусалим, то понятно, что большинство, подавляющее большинство мясных лавок на рынке, они кошерные. Понятно, что здесь есть разные ступени, но минимум кошерности обеспечен большинству. А есть ли и не кошерные лавки? Есть. Их меньшинство, но они есть. Здесь, поскольку у человека возродилось сомнение, он не помнит, в какую, то есть сомнение его по поводу конкретной лавки, не сомнение по поводу конкретного мяса, по поводу конкретной лавки, он не помнит, в какую лавку он зашел. И лавка это она стоит на месте, она неподвижна. Так вот, подобного рода в такой ситуации, когда возник, возникло сомнение по поводу неподвижного места, неподвижного предмета, в данном случае лавки мясной, то мы здесь не идем за большинством лавок, а здесь мы это рассматриваем как 50 на 50, стало быть, мясо это есть, нельзя. но если человек нашел мясо, пакет с мясом кто-то обронил, пакет с мясом на улице, то здесь мы идем за большинством. И поскольку большинство магазинов, большинство мясных лавок в городе Иерусалиме, они кошерны, стало быть, это мясо нужно есть, оно разрешено. Здесь мы идем за большинством, ибо в данном случае сомнение касается мяса, которое не сидит в лавке, а это мясо кто-то купил, вынес его из мясного магазина, обронил его на улице, то есть оно уже сомнение здесь не касается неподвижного места. В соответствии с этими правилами ряд законоучителей говорят, что по поводу орла у нас есть подобная ситуация. У нас сомнение касается не конкретного персика, который на улице, а сомнение это зародилось у нас по поводу персикового дерева, дерево, с которого сорвали этот самый плод. Оно это новый саженец или оно уже взрослое дерево по прошествии трех-четырех лет? Стало быть, там, где мы имеем дело с пусть меньшинством молодых деревьев, меньшинством саженцев, но это меньшинство реальное, скажем, в районе четырех-пяти процентов, то мы с ним должны считаться. Меньше четырех-пяти процентов это настолько малое количество, что им можно пренебречь, два-три процента, поэтому, если нам известно, что пол, а, скажем, в такой стране, как Израиль, есть агрономы, которые могут дать данные через Министерство сельского хозяйства. Сколько по стране высажено новых саженцев, тому ведется учет. И если мы знаем, что по поводу персиков меньше двух или трех процентов, в районе двух-трех процентов новых саженцев в этом году, стало быть, персики можно покупать на рынке, нечетолица умняшица, не требуя никаких сертификатов кошельности. Но если в какой-то год нам агрономы сообщают, что в этом году в хозяйство, которое выращивают персиковые деревья, высажено больше, 7-8 процентов получается сегодня по площади занято новыми саженцами, и они плодоносят, и вполне могут быть деревья с них, то тогда покупать на свободном рынке персики будет нельзя, нужно будет требовать у продавцов сертификата кошельности, который подтверждает, что продаваемые персики не содержат в себе его персики, они все со старых деревьев, и среди них нет персиков, которые сняли саженцы. Еще пару слов по поводу нетервай, плоды 4-го года, что с ними делают, мы сказали, их нужно выкупить, то есть собрать их, взять монету, и сказать, что вот этим я выкупаю, обмениваю плоды 4-го года на эту монету, поскольку храма до сих пор нет, то отвезти эту монету в Иерусалим для того, чтобы использовать ее по назначению мы не сможем, а после того, как мы перенесли святость этих плодов на монету, сами плоды стали хулин, то есть самыми обычными страпезными плодами, и их можно есть за пределами Иерусалима. Вот такая Аллаха. Едем дальше. 27 стих 19 главы. Целый ряд запретов высказан здесь. прежде всего остригать кругом края головы. Что это означает? Раша объясняет, нельзя стричь волосы на висках до такой же длины, как и за ушами. То есть, если человека волосы за ушами кончаются где-то здесь, то обрезать их ровным образом, так, чтобы на висках не осталось волос, нельзя. Имеется здесь стрижка, то, что на Руси называлось стрижкой под горшок. Под горшок, когда таким образом выравнивали, надевали на голову горшок и по краю горшка обстригали все, что было ниже. И так получалась такая ровная стрижка. Вот именно такая форма стрижки запрещена. Необходимо, чтобы остались волосы на висках. Что означает виски? До какого места нельзя состригать? Вот здесь есть височная кость. Это минимум, до которого волосы должны расти. Есть которые сражают больше, но минимум это до височной кости. Важно подчеркнуть, что запрет здесь касается, здесь речь идет не о выбревании, а даже о состригании. Даже если человек не пользуется здесь бритвой, а попросту состригает ножницами, это тоже запрещено. Итак, это первый запрет стригания краев головы. Второй запрет касается бороды. Здесь уже сказано не уничтожай края своей бороды. Тоже не говорит здесь так, как по поводу краев головы, не остригай, а здесь не уничтожай. Стало бы делать талмуд вывод, что речь идет здесь не просто о остригании, а именно о такой форме удаления волосов, в которой есть уничтожение. Уничтожение это бритва, то есть то, что срезает волос под корень. Стало быть, бритвой. Что же нельзя делать бритвой? Нельзя уничтожать края бороды. Что такое края бороды? Раши приводит, что по утверждению талмуда есть пять краев бороды. Значит, есть на щеках, когда мы считаем пять с двух сторон, два здесь, два здесь на скулах, и, наконец, пятый край это подбородок. Вот эти самые края бороды, которые нельзя уничтожать. Так пользоваться опасной бритвой или безопасной бритвой с лезвиями нельзя, ибо это вещь простая, очевидная, что здесь происходит уничтожение волоса под корень. Большая дискуссия существует по поводу электробритв. Существует она еще со времен Хофицхайма, то есть начало XX века. Хофицхайм пишет в Машнем Бруле еще по поводу называет это машинка. Люди пожилые еще помнят эту машину. Речь шла совсем тогда еще. Тогда еще не было электробритв. имелось ввиду машинка, которую парикмахер руками, ручными движениями приводил в действие. В принципе, она работала вроде бы как ножницы, то есть когда есть ножи, которые не соскребают волос так, как это делает лезвие, а подрезают его, подсекают его. Сегодня понятно, что сегодня электробритвы очень-очень далеки от той машинки, о которой говорил Хофицхайм. Кстати, Хофицхайм сам тогда не решил. Очевидно, что эта машинка разрешена. Есть вопрос конкретно насколько чисто может она сбривать. Я еще помню в Москве ученика Хофицхайма Бавром Миллер Захер Садик Леврохе, который ходил с такой длинной бородой, тогда не растил, он ходил с длинной щетиной, которую остригал раз или два в неделю, той самой машинкой, про которую он говорил Хофицхайм, ручной машинкой, и электробритвой не пользовался. Сегодняшние электробритвы, в них уже все намного сложнее, потому что многие из них построены по принципу, в котором волос оттягивается, то есть он сначала захватывается, оттягивается и только потом подсекается, а это уже очень-очень сильно смахивает на действие лезвия. Поэтому между законоучителями сегодня идут бурные дискуссии по поводу того, какие виды электробритв можно разрешить, какие нет. Есть более строгий подход, который почти все запрещает, есть более либеральный подход. В этом вопросе каждый должен конкретно спросить Равина. И время от времени на рынке появляются модели электробритв, которые специально сделаны, как обычно сегодня все делается в Китае, если раньше все делалось на Малой Арт-Наутской, то сегодня это происходит в Китае, и производятся они там по высказанным им требованиям аллогических авторитетов в соответствии с их нормами, и они поступают на рынок в Израиле. Едем дальше. Подходим мы уже близко к самому концу девятнадцатой главы «Перед сединой вставай и почитай лик старца Ваадар Топны Закен и бойся твоего Бога Я Господь». Перед сединой вставай, значит, если идет седой человек, надо встать. Раши приводит здесь объяснение из Толмуда, может быть, такое почтение следует оказывать и седому грешнику, грешному старику. Нет, Тора говорит сразу после этого перед сединой вставай. Если бы была поставлена точка, то мы бы сказали да, конечно, любой человек седой, даже из кого бы он ни был грешник, перед ним надо встать. Почему? Потому что он пожилой. Но ведь Тора продолжает и почитай лик старца. Ну и что, спросим мы? Ну и почитай лик старца тоже, любого старца и старого грешника тоже. Дело в том, что Толмуд объясняет, что то, что написано здесь, «Вадар, топней, закен», слово «закен», старец. Вообще-то в древнем мире понятие «старец» было не понятием, связанным с биологическим возрастом или с тем, что записано в паспорте. Обычно старцы и старейшины эти слова относились к мудрецам, которые составляли всегда группу людей, решающих жизненно важные вопросы, сидящих в каком-нибудь совершительном органе или даже в органах управления совет старейшин. Это всегда относилось к людям умудренным жизнью. Ну, а мудрость в жизни достигается одним из двух. Либо у человека есть дарование, и он, будучи молодым, он уже мудрый, либо, если он человек не особо одаренный, то жизнь делает свое, и жизненный опыт делает его умудренный. Поэтому и говорит Талмуд слово Закен следует понимать не в биологическом смысле, а следует рассматривать его как аббревиатуру. Зе Кана это тот, кто приобрел. Стало быть, Веодарта Пней Закен имеется в виду почитай лик того, кто приобрел. Хорошо, но тогда мы можем сказать, что речь идет о приобретениях, может быть, того, кто приобрел много денег. Если есть молодой человек, скажем, человек, который в молодости заработал много денег, такие люди тоже бывают, не всегда деньги остаются с ними до старости, некоторые из них уже теряют к старости деньги. Может быть, человек, который приобрел много денег или много домов, или приобрел много побед в спортивных состязаниях, может быть, они тоже имеются здесь в виду? Нет. Продолжает Талмуд, когда этот подход Талмуду нужно понимать, что каждое слово в Торе, его значение слов, оно значение по истине, а не по соглашению. То есть, когда мы говорим о приобретениях, с точки зрения человеческого языка, в человеческом языке приобретением все, что угодно может называться приобретением. Приобретение опыта, приобретение денег, приобретение дачи, приобретение новой машины, приобретение. Но когда Тора говорит о приобретении, она имеет в виду, если не говорит, какое приобретение, то она имеет в виду самое важное и главное приобретение. Приобретение самое важное в жизни, которое, оно и есть настоящее приобретение, а все остальные приобретения, они называются так только в заимствованном смысле. Главное приобретение, говорит Талмуд, это приобретение мудрости. Деньги, дача – это тоже приобретение, мы называем его приобретением, это взаимствованное значение. Есть нечто подобное в том, как человек приобретает мудрость, то есть у него мудрости раньше не было, теперь мудрость у него есть, и в том, как он приобретает дачу. Ну, конечно, между ними различия колоссальные. Стало быть, с точки зрения Талмуда, то, что говорит Тора, ты почитай лик того, кто приобрел, имеется в виду того, кто приобрел мудрость. Значит, здесь есть обязанность Радарта Пнеизакен, обязанность оказывать знаки уважения мудрецу. То есть человек даже молодого возраста, о котором неизвестно, что он мудрец, я должен оказывать знаки почтения ему. Что означают эти знаки почтения? Если он, это нужно перед ним встать, или хотя бы привстать. С точки зрения Аллахи это делается только, когда такой человек подошел на расстояние четырех локтей ко мне. Потому что иначе, если я встаю, предположим, он только вошел, я вижу, он вошел в синагогу, только он у входа, до него еще 18 метров. Если я встану, то совершенно непонятно, что я встал в его честь. Вот только когда он подойдет ко мне на расстояние четырех локтей, вот тогда, если я привстану, то будет очевидно, что я привстаю в его честь. Так это, что касается Радарта Пнеизакен. То есть обязанность почитать мудреца вне зависимости от того, каков его возраст. Но из того, что Тора здесь в одно предложение сбивает, перед сединой вставай и почитай лик того, кто приобрел мудрость, из этого мудрецы делают выводы и по поводу того, что сказано раньше, перед сединой вставай. Может быть, такое почтение следует оказывать и старому грешнику, он седой, вот и вставай. Тора говорит, нет, почитай лик старца, остается ты тот, кто приобрел мудрость. Имеется в виду мудрость настоящую Тора. Стало быть, старый грешник сюда не подходит. Да, но тогда можно сказать еще и больше. Тогда может быть, что и перед сединой не нужно вставать, если перед нами человек не ученый, а только тот, кто ученый, и только тогда вставать перед ним. Это нет. Поскольку написано, перед сединой вставай, значит, даже если человек не ученый, но седой, пожилой, перед ним нужно встать. А исключается только то, что называет Талмуд Закен Ашмай, то есть старый грешник. Старый грешник – нет. Но старый человек – не грешник, не умудренный, не знаток в Торе, перед ним тоже есть обязанность вставать. С какого это возраста? Аллаха говорит, что 70 лет. Стало быть, если человек возраста 70 лет подходит к нам на расстояние четырех локтей, следует перед ним встать. Даже если этот человек не ученый. И ученый человек, вне зависимости от того, какого он возраста, то же самое. Нужно перед ним встать. Есть еще знаки почтения, которые следует оказывать, и тому, и другому. У них одинаковый статус. Нельзя садиться на его место. То есть, если у него есть особое место, на котором он всегда сидит, либо это его место в синагоге, либо это его место за столом, когда он всегда занимает определенное место, на это место нельзя садиться. И еще нельзя возражать ему. Что значит нельзя возражать ему? Нельзя сказать ему, что ты не прав, ничего подобного, ерунда, чушь, все это не так. Можно высказать свое мнение. То есть, пожилой человек говорит так, можно сказать, да, но мне кажется, что вот так-то и так-то. Это допустимая форма, в которой можно вести диалог с пожилым человеком. Но сказать ему, ерунда, все это неправильно, не так, это неверно и так-то, здесь нельзя. И так пишет Рамбан. Можно было бы заключить, что это заповедь, заповедь эту следует выполнять только по отношению к мудрецу. И так же в этом ключе переводят на арамейский язык ункилус. То есть, перед сведущим в Туре вставай, и создается впечатление, что он придерживается мнения, что только перед мудрецом встают. Но все же из обсуждения в Талмуде ясно, что закон-то установлен иначе. Говорится, перед сединой подразумевается седина любого человека. За исключением старого грешника. А Раби Йоханн сказал, закон установлен именно в соответствии с этим мнением. Таким образом, это повеление нужно выполнять, даже по отношению к совершенно невежественному человеку. А уж затем, вслед за этим, есть обязанность почитания мудреца. Дальше говорит Тора. «И бойся твоего Бога, я Бог». То есть, ты вставай перед сединой, ты почитай лик того, кто приобрел, мудрость, и бойся твоего Бога, я Бог. А это для чего? Это, говорит Раши, в подобных ситуациях, когда человек, если ему не хочется вставать перед мудрецом, или не хочется вставать ему перед стариком, и он сделает вид, что он очень внимательно изучает какую-то книгу, читает очень внимательно так, что он не замечает проходящего мимо старика, поэтому Тора и говорит здесь, ты бойся Бога. На людей ты сделаешь впечатление, что ты действительно не заметил старика, поэтому и не встал перед ним. Но на Бога такое впечатление ты не произведешь, поэтому бойся Бога. «И когда в вашей земле будет жить у тебя пришелец, не притесняйте его. Как среди вас, как свой среди своих, пусть будет у вас пришелец, живущий у вас. Есть здесь запрет притеснять Гера, пришельца». Это означает его притеснять. В чем состоит этот запрет притеснения Гера? Понятно, что поскольку сказано дальше, что «как свой среди вас, пусть он был среди вас, люби его как самого себя, ибо вы были пришельцами на стране египетской». Имеется в виду, что его все права такие же, как у любого еврея тогда. В чем означает здесь запрет притеснения? В цифер Харадзим говорится, что здесь есть дополнительное требование, поскольку этот человек, который оторвался от своего народа и живет среди еврейского народа, в новой для него среде, то нужно относиться к нему по-особому. То есть не по букве закона, а в целом ряде случаев уступать ему. Скажем, если с точки зрения закона он обязан заплатить какую-то сумму, то хотя закон обязывает его уплатить эту сумму, но вот эта вот заповедь означает, что не следует на него давить, чтобы он уплатил эту сумму, если есть возможность ему вступить, или, по крайней мере, не давить на него и, как во всех возможных случаях, выходить в отношениях с ним за рамки закона, не поступать с ним строго по букве закона, настолько, насколько это возможно. Вот на этой оптимистической ноте мы и остановимся, а продолжение будет уже на следующем уроке.